МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И дни с ароматом мандаринов. Расскажем, какие цитрусовые помогут снять стресс. Автопарк Ставропольских медицинских организаций пополнился за 5 лет на 661 автомобиль. Губернатор Владимиров провел рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи. Говорили о реализации федеральной программы по развитию первичного звена здравоохранения. С 2021 по 2025 годы в регионе планируют построить 4 поликлиники, еще 4 реконструируют, а также капитально отремонтируют почти 400 объектов. Заменяты 62 устаревших здания фельдшерско-акушерских пунктов на современные модульные конструкции. Программа предполагает увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В первую очередь за счет привлечения специалистов, окончивших целевое обучение. Кроме того, предусмотрена закупка более 2000 единиц оборудования. В 2021 году на реализацию мероприятий программы планируют направить около 2 миллиардов рублей. Губернатор поручил в ближайшие недели представить план график работы на объектах будущего года. Чтобы оказать помощь, они приедут даже в самые труднодоступные уголки. Речь о медицинских кабинетах на колесах. Кстати, создают их у нас в крае, в Буденовском районе. С процессом сборки мобильных медкабинетов познакомилась Яна Лукошкина. Первым делом на предприятии собирают вот такой вот кузов, а затем берутся за начинку. Устанавливают флюорограф, мамограф, оборудуют место для врача. В самом конце пусконаладочная работа, а после машина отправится к заказчику. К примеру, этот автомобиль – Волгоград. Сборку машины специалисты уже заканчивают. Все необходимое оборудование установили. Дело за малым. Совсем скоро в этом кабинете на колесах будут принимать первых пациентов. В данный момент здесь установлен флюорограф малодозовый, цифровой, для обследования легких. Для него также укомплектованы рабочие места лаборанта. За рентген-ширмой, перегородкой, непосредственно рабочее место лаборанта. Откуда он управляет этим всем флюорографом. В комплекте также идет, укомплектовывается рабочее место врача, но оно установлено стационарно, где врач будет описывать снимки пациентов. Добраться такой автомобиль сможет в любую, даже самую удаленную и труднодоступную точку. Это, собственно, одна из его главных задач – приезжать туда, где нет нужных технологических ресурсов, проводить раннюю диагностику и оказывать помощь. На мощностях нашего предприятия мы можем производить до 100 единиц в год. 100 и никогда не производили, не загружена была настолько мощность. Наверное, больше всего мы произведем в этом году. Он еще не закончен, но мы планируем, что это будет порядка 35-36 единиц. На сборку каждой такой машины уходит от 3 до 4 месяцев. Процесс не быстрый, зато после мобильные кабинеты смогут прослужить до 10 лет. Заказы на такие автомобили на буденовское предприятие поступают со всей России. Сейчас там создают машины для Владивостока, Красноярска, Хабаровска, Мурманска и Крыма. А изучили мобильные медкабинеты Яна Лукошкина и Владимир Ходорев. В холода самое время укреплять здоровье, например, покупая цитрусовые. Но знаете ли вы, какие из них самые полезные? В Роскачестве это уже выяснили. Итак, чемпионы по содержанию витамина С, так необходимого для иммунитета, совсем не лимоны, как многие думают. Это апельсин, грейпфрут и помело. Запоминайте, чтобы получить суточную норму, достаточно съесть один крупный апельсин, половину грейпфрута и четвертинку помело. Для здоровья сердца обратите внимание, опять же, на помело и кумкваты. В них есть такие необходимые нам калий и магний. Ну а для снижения стресса нужна фолиевая кислота. Ее больше всего в таких цитрусовых, как мандарин и кумкват. Виртуоз стамески и бизнеса. Житель Георгиевска организовал собственную столярную мастерскую, в которой успешно создают столы, стулья и другие изделия. Абсолютно все из древесины. Причем во время пандемии, когда работа должна была остановиться, дело, наоборот, пошло в гору. Джамиля Ибрагимова выведала секреты успеха. Настоящий мужчина должен в своей жизни не только посадить дерево, но и сделать из него настоящее произведение искусства. Уж кто-кто, а столяр Виктор Семенов в этом преуспел. Сколько кресел и стульев за свою жизнь изготовил, не перечесть. И работа с деревом всегда теплотой отзывается в сердце. С тех пор с деревом работая, это интересно, потому что дерево, оно чувствуется, оно теплое. С ним работать просто интересно. И опять же, вкладывая в него что-то, оно возвращает и тебе твои какие-то эмоции, твои чувства. Что-то вот такое. Мастера лобзиков и стамесок, пыля, техникой создают в этой комнате мебель из дерева. Здесь все столы и стулья особенных образцов. Массивные, под русскую старину. Иван, когда открывал мастерскую, изначально отмел идею создавать мебель под утонченный европейский манер. Так как я являюсь носителем русской этнической культуры, я задумался о том, где мои корни и где наша культура. И задался такой идеей изучить столярное дело. Потому что если мы говорим про русский стиль мебель и архитектуры, то это в любом случае резьба по дереву, это деревянное домостроение, это мебель деревянная. Бизнесмен, движимый высокой идеей, прошерстил всю литературу, связанную со столярным делом. Изучил опыт соседей и пришел к чему хотел. Сегодня деревянная мебель георгиевского происхождения стоит в барах, домах и банях от Камчатки до Владивостока. А вот так выглядит уже готовый результат. Среди столы, стулья и другие деревянные изделия выполнены в таком старинном русском стиле и переносят в атмосферу это к 17-го примерно века. И если бы я была боярни, то мне наверняка бы это пришлось по душе. Хотя сегодня эта деревянная эстетика не постарела и нам, людям простым, не боярам, тоже очень нравится. Чтобы развить свое дело, Ивану понадобились не только столярные способности, но и предпринимательские навыки. Он смог заручиться помощью государства, а развиваться на рынке мастерской по сей день помогает Центр «Мой бизнес». Мы пользуемся услугами Центра «Мой бизнес». В этом году мы зарегистрировали товарные знаки наши. Также они нам помогают с рекламными, с маркетинговыми материалами. Мы делали видеоролики, сайт обновляя. И все это, конечно, нам помогает софинансирование государственное через Центр «Мой бизнес». И мы постоянные гости в этом Центре и очень благодарны за эту возможность. Одна мечта у Ивана сбылась. За успехи в бизнесе он стал амбассадором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Теперь появилась еще одна – открыть класс, где он будет обучать детей основам столярного дела. И вполне возможно, что вместе с этим Иван передаст молодежи свои знания о том, как вести бизнес. Бизнес, который пустит свои корни и крепко будет стоять долгие годы. А фермеры из Туркменского района решили развивать спорты и построили боксерский клуб в селе Овощи. Теперь там работает секция для поклонников боевых искусств. К слову, учить боксеров будет заслуженный тренер России. О других интересных новостях края в нашем обзоре. Специалисты завершили ремонт отрезка трассы изобильной Рыздвяны. В порядок привели участок длиной в 9 километров. Там выполнили фрезеровку изношенного покрытия, обустроили два слоя нового асфальтобетона, нанесли разметку и укрепили обочины. Реконструкция прошла в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Пятигорске ремонтируют фонтан, построенный еще в 19 веке. Раньше он был действующей достопримечательностью города, но со временем пришел в негодность. Специалисты планируют не менять привычный облик объекта, установить современную систему подачи воды в стене из дикого камня и вновь запустить фонтан. Кроме того, благодаря программе по созданию комфортной городской среды на территории сквера имени Толстого высадят цветы и декоративные кустарники. В Ставрополе построят новый детский сад. Здание возведут на улице Чехова. Образовательное учреждение рассчитано на 160 воспитанников. Там создадут бассейн, медкабинет, залы для занятий физкультурой и музыкой. На территории около садика высадят растения, установят малые архитектурные формы. Построят объект по нацпроекту «Демография». Если вы сняли что-то интересное, или у вас есть проблемы, обязательно пишите нам в редакцию. Я напомню номер 8 928 350 80 70. Ну а далее прогноз погоды. Я передаю слово моей коллеге Виктории Шкальной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Расскажу вам о погоде на среду, 18 ноября. В Ставрополе пасмурно и мокрый снег. Днем плюс один, ночью минус три. В Изобильнинском и Новоалександровском округах пасмурно и снег с дождем. Днем воздух прогреется до плюс двух, ночью ноль градусов. В Пятигорске и Минеральных водах пасмурно, возможен снег. Днем плюс три, ночью плюс один. В Кисловодске пасмурно и также снег с дождем. Плюс два днем и плюс один ночью. Переходим к востоку края. В Ипатово, Дивно, Марсгири, Буденовске и Нефтекумске пасмурная погода. Возможен дождь. Днем на восточной территории плюс два, ночью плюс один. А теперь явления, происходящих далеко за пределами Ставрополья. На побережье США мужчина во время пробежки заметил странный сгусток размером с человека. Впечатляющее создание он заснял на телефон и опубликовал в социальных сетях. Можно увидеть, что диаметр морского жителя составляет приблизительно полтора метра. Фотографии уже успели изучить биологи. По их словам, мужчине удалось сфотографировать очень редкую и при этом абсолютно безобидную медузу. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин